Привет, друзья! Добро пожаловать на наш канал OK! Анталия. Сегодня я хочу рассказать о том, какие права действуют на Турции, какое водительское удостоверение вы можете использовать в Турции, когда выходит срок этих прав, можно ли кататься в Турции, можно ли управлять автомобилем в Турции с российскими правами, действуют ли российские права на территории Турции. Вот эти вопросы я хочу с вами сегодня обсудить. У нас достаточно информации и есть новые полезные информации насчет этого. Поэтому давайте обсудим, посмотрим. Поехали! Мы уже с вами обсуждали, каким образом можно приехать в Турцию и как можно пользоваться вашей машиной на нетурецких номерах на территории Турции. Сейчас хочу объяснить некоторые тонкости, чтобы вы могли избежать многотысячных штрафов и чтобы у вас машину не забрали, не дай бог. Смотрите, если вы заехали в Турцию, у вас есть только 6 месяцев для того, чтобы вы могли пользоваться своими правами, то есть водительским удостоверением. И после 6 месяцев у вас есть два варианта. Или же выехать и обратно заехать, тогда этот срок аннулируется, и заново вы сможете 6 месяцев пользоваться вашими правами на территории Турции. Или же второй вариант – это заменить ваши права на турецкие. Вы сдаете свои российские, казахстанские права, и взамен их получаете турецкие права. Здесь есть один минус – у вас забирают российские права в этом случае. Как бы здесь есть тоже выход, чтобы эти права у вас остались на руках, вы можете у себя заявить, что вы их потеряли, и получить новые права местные, да, местного, ну, вашей страны. А если вы хотите кататься не только по Турции, тогда можно получить международные права. В общем, вы получаете международные права у вас в вашей стране. То есть я сейчас могу рассказать, как это можно сделать в России. Друзья, как и с обычными локальными правами, международные права дают вам право кататься в Турции только 6 месяцев. По истечении 6 месяцев вам нужно поменять, вам нужно получить турецкие права. В общем, вы для того, чтобы получить международные права, которые действуют во многих странах, не только в Турции, вы с этими правами сможете съездить и в Европу, и во много других стран. Вот для того, чтобы это сделать, вам нужно всего-навсего сделать одну вещь. На портале государственных услуг сделать заявку на получение интернациональных, то есть международных прав водительского застреления. Заходите на портал, находите вот этот вид услуг и делаете там заявку. И еще нужно будет на виду с этим вам подготовить фотографию, достаточно одной фотографии на матовой бумаге, специально для международных прав, размером 35 на 45 миллиметров. И еще нужно будет оплатить. Оплатить, здесь есть одна хитрость, можно сэкономить по 500 рублей. Это вы можете оплатить обычным способом квитанции в банке, или же вы можете оплатить прямо на портале госуслуг. В этом случае вместо 1600 рублей вам нужно будет заплатить всего меньше, чем 1200 рублей. Таким образом мы и поступили. И все, мы оплатили, мы заявку отправили. И там же можно будет выбрать место и время, где вы сможете получить эти права. Обычно это место вашей прописки. И время вам дается, разные слоты времени, где вы сможете получить эти ваши новые водительские удостоверения. Так, еще одна тонкость. Вот оплата, не сразу появляется ссылка на оплату на портале госуслуг, не сразу после того, как вы подали заявление. Нужно подождать часок, потом вы зайдете обратно в это же место, и вам, у вас уже видно будет кнопку оплатить. И там сможете оплатить. Квитанцию, ничего, ни заявления, ничего распечатывать не нужно, принтер вам не нужен. Просто приходите в нужное время и берете с собой вот эти документы. Запомните, первое, это ваш российский паспорт. Второе, ваш загранпаспорт. Загранпаспорт, если даже он в списке не числится, все равно он может пригодиться, вы обязательно с собой возьмите, потому что с ним сверяются. Третье, это ваша фотография и, в принципе, ваше личное присутствие. И еще ваше водительское удостоверение, которое действует. Причем здесь такая тонкость есть. Водительское удостоверение, вы знаете, каждые 10 лет, оно должно обновляться. Срок выходит, и вы получаете это удостоверение заново. И если вы получаете международные права, там есть ограничения. Международные права даются максимум на 3 года. Но если ваши отечественные права уже заканчиваются, например, через 2 года они заканчиваются, то вам международные права дадут тоже не на 3 года уже, а именно на тот период, какой у вас остался для ваших внутренних прав. Вот, в принципе, вот так вот. И буквально на своем примере, я это проверил, мы сделали заявку, и через пару дней назначили время, когда нам удобно было. Мы приехали буквально за час, у нас уже права были на руках. Так что сейчас мы уже можем спокойно кататься по всей территории Турции, и не только Турции, и многих других стран, в которых включено список стран, на которых действует это интернациональное водительское удостоверение. Список можно посмотреть в интернете. Если я найду, я вам список даже скину туда, внизу описание поставлю. И на этом все. Если вы пользуетесь машиной на территории Турции, или хотите заехать на Турцию, на своей машине, или для проживания, или хотя бы отдохнуть, покататься по Турции, то посмотрите наше видео, я вот ссылочку тоже внизу поставлю, каким образом можно сюда заехать. Благо сейчас ограничения все сняты, может приехать сюда любой, у кого есть водительские права. И что еще? Еще есть несколько других полезных видео, для того, чтобы вам можно было выжить на территории Турции. Например, куда звонить, если ДТП случилось, куда звонить, если, не дай бог, вы получили какие-то травмы. Для этого тоже есть видео, и я его в описании к видео тоже поставлю. Ну, на этом, наверное, все, друзья. Пока-пока. Удачи вам на дорогах. Продолжение следует...